И снова всем привет, привет, привет в этот летний замечательный день, в этот летний июнь, 25 июня 24 года, 21 столетия от Рождества Христова, и мы снова встретились на планете Земля в России. И где же еще встречаться только в России? Это Хабаровский край, Николаевский район, и мы сейчас едем с Красносельского поселения, включающих в себя два населенных пункта, это Красная Чнырах, конкретно мы выезжаем с Красного, едем мимо нефтебазы, и скоро, собственно, Красная уже закончится, и мы подъедем, уже подъезжаем, можно сказать, к городскому поселению, город Николаевск-на-Амуре, это один из населенных пунктов, один из поселений Николаевска муниципального района, но самый, в общем-то, населенный. С Николаевским районом, что у нас может еще такое быть населенное? Ну, многовершинный, за счет командировочных, естественно, насколько я помню, на период 2003-2004 года, то есть 20 лет назад население было 3, около 3000 человек, плюс-минус 100-150, вот, приезжих было, не сказать, что много, но, честно говоря, в цифрах не скажу, наверное, около 1000, вот, ну, насколько я знаю, местные не очень-то хотели там оставаться, многие, 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 ладно, не будем об этом, не будем, а очень хорошим, это все-таки денежное место, это очень хорошее место, там, конечно, говорят, что золото пинают ногами, нет, ногами не пинают, и руками не пинают, потому что нет там такой возможности попинать его, потому что, в общем-то, золото, оно в плавилке, конечный продукт собирается весь в плавилке, вот, и уже при закрытых дверях, что называется, процесс плавки происходит, насколько я знаю, не открывается, даже если кому-то плохо будет, ну, по крайней мере, это было в дикие и страшные 2000-е годы, и вот мы подъезжаем уже к, пока не к поселению Николаевскому, а пока подъезжаем мы, да, как это называется, я же забыл, я все забыл, шучу, половину пути до Николаевска половинка, и здесь же у нас речка есть половинка, она такая была пересохшая, ну, смотрю, вот, когда мост, вот этот замечательный, архитектурно, архитектурное сооружение вот это возвели, одностороннее, достаточно серьезное такое, речку почистили, русло, и речка возобновила свое радующее глаз движение в сторону Амура батюшки не знаю, вот, когда почему-то думается, да, там, что контент, как-то вот он рождается там мучительно, где там брать контент, я помню, как-то был тоже у меня товарищ, который там себя позиционировал таким прям медийщиком, таким, пароход прям, ну, и, короче, как я вышли мы с ним, он, нету контента, нет контента, я тогда еще было это, это было лет 7 назад, я тогда еще вообще был в этом не искушенный, ну, да, я только начинал подходить к базису, у меня были определенные фотографии, там, прочее, и сказать, как бы всегда, что было, информации маловато было, ну, я изучал, вот, и мы с ним вышли, я ему контента набелил вообще на ход ноги просто вот на ровном месте на 5-6 роликов, и контент достаточно был такой интересный, тогда это был еще такое, ну, 17-й, 17-й год, тогда это вот только такое вот начинало так у нас тут подниматься, кто-то чем-то уже занимался в тени, вот, у нас это так интересно, интересно проходило, я изучил, как у нас группы Николаевские в Одноклассниках повозникали, ну, такие, такие, где там больше 10 тысяч, там они конкретно накручены, я прям их, что-то подожди, под накрученные такие, ладно, что-то тема такая тоже сейчас, я чувствую, будет вообще неинтересно, наверное, по вот этой оптимизации всей, ладно, это на самом деле тема достаточно для узкого такого круга обсуждения, вот, я хочу сказать, что завтра, 26 июня, будет прямо, будет день, будет пища, вот, у меня тоже будет событие такое в жизни определенное, совершится, вот, 7 раз по 7, 7 раз отмерь, и 7 отрежь, получится у тебя тогда большая-большая табуретка умноженная в 7, ну, там не в 7, там получается еще хлеще, короче говоря, да, праздник завтра, и завтра у нас комиссия состоится, 16.30 состоится комиссия у нас депутатская, с привлечением руководящих, руководящих, руководителей, вот, такая тавтология небольшая, ну, собственно, руководящих руководителей, так оно будет более правильно, а как-то, вот, ну, и проедем, посмотрим, есть, как бы, такие определенные наметки на решение, решений, как таковых, понимаете, этого вопроса одномоментной быть не может, вот, просто не может, потому что полигона у нас нет, есть место для вывоза мусора, которое используется, опять же, тоже без всяких практически регламентов, вот, мы все дружно закрываем глаза на проблему, потому что, если мы эти глаза будем держать открытыми, мы просто все утонем в штрафах вообще, будем платить, так у нас хотя бы здесь что-то крутятся, какие-то деньги, дать мы все будем просто сваливать вообще куда-то, в непонятном, в непонятном, в непонятном. И опять просить, дайте нам денег, дайте денег, потому что сами мы туповатые, ничего не можем придумать, потому что, потому, приходите к нам и княжете, да, как нам внушали там по истории, вот, так что, если, если что-то как-то, какие-то интересные вопросы там по поводу, а лучше еще предложения, я знаю сейчас, если кто посмотрит, скажет, там завалит сразу, да, что, ну, поедьте туда, поедьте сюда, съездите там, у нас, кто-то мне вообще написал, что вообще весь город просто, да, весь город, это мусорная куча, но я вот сейчас еду, да, но мы едем, пока мы не в городе, мы в пригороде, в общем-то, ну, нормально, чистенько относительно, что, на дороге вот нет ничего такого, ничего не раскидано, да, нормально же, ну, в городе, да, ну, понятно, там, в некоторых местах вообще прям есть прям срач конкретный, ну, вот так вот разобраться еще, ну, вывозится же мусор, вывозится, да, вывозится, ну, с другой стороны, если проехать по, вообще, вот, по трем основным вот таким точкам, которые просто они сразу в глаза бросаются, это улица Хабаровская, 6 свалок, в общем-то, часть из которых содержит площадки для накопления ТБО и ТКО, вот, и контейнеры также содержит, вот, то есть оборудованные, да, можно собирать, часть нет, 6 получается, 6 площадок, ну, по крайней мере, вот такую информацию я помню, мы в прошлом году делали рейд совместный с представителями, с координатором ЛДПР, с КПРФ, с депутатом от ЛДПР, ну, в одном лице, вот это было там и депутат от ЛДПР, координатор ЛДПР, вот, вот, и, значит, итак, Хабаровская, 6, 6 мест для контроля у лица, потом, значит, квадрат, золотой квадрат, да, золотого сечения, в границах улиц, внутри границ улиц, школьная, школьная башняка Луначарского, Кирова и район-порт-городок, можно брать весь, это сплошная, сплошная, просто большая куча выгребная яма, я не знаю, что это, как это называть, заводской перевелок 8, ну, там, скажу честно, получше стало, ну, честно, получше, не буду там, не буду наговаривать, был вообще страх божий, ну, накапливается, накапливается, да, согласен, людям все-таки надо тоже самим подходить немного к этому, более рациональное, рациональнее к тому, чтобы, ну, тоже смотреть за этим, как не кидать там из окна, например, мусор и прочее, ну, я понимаю, что не все наговаривают, ну, есть, ну, есть, да, ну, зачем, ну, не знаю, у меня была такая история, даже не история, а случай, я, значит, актировал свалку, подъехал, это были советская, это был башняка, башняка, башняка 10, башняка 12, и выходит две девчонки, такие, ну, как девчонки, мне девчонки, лет по 20, 22, такие, опа, я думал, с пакетами, у них пакеты, у каждого по пакету в руке, они такие проходят между домами, хренакс, хренакс, короче, этот мусор, прям туда, в траву, все, и они невозмутимо идут дальше, я такой, бляха, мука, ну, нифига себе, ну, все, вот, вот тебе на штраф, к примеру, да, ну, а поможет, это их спасет, не знаю. Не, ну, пишу, ну, что сказать про Сахалин, да, все, как бы, без слов понятно, в общем-то. Развитие, оптимизация, как нас убеждают, продолжается, что тут сказать, ну, прямо, чтобы все прям совсем очень плохо, ну, нет, видимо, нет, ну, вот так вот, если видимо посмотреть, нет, но я вот скажу, да, пугать не хочу, все, на самом деле, очень просто, просто очень хреново, очень просто, очень просто плохо, и нужно, если сейчас не предпринимать шагов, мы просто именно к 2030 году, согласно стратегических планов, разовьем Николая до такого предела, о котором я именно сказал на собрании, после которого мне запретили записывать видео, хотелками. Я сказал именно буквально следующее, что к 2030 году, согласно плана вашей, вашей стратегии, за которую вы все голосуете, у нас будет замечательная, замечательная набережная, красивая, мимо которой, по которой будут гулять остатки выжившего населения, китайцы будут прогуливаться, наверное, со своими собачками, ну, и мимо них будет проплывать ЖБО, такое смачное, ну, и амбре, я думаю, будет стоять. Так что, вот, ну, если коротко, собственно говоря, в планах развития нас тут нет. Короче говоря, прекрасный летний день, не будем о плохом, не будем о грустном, как его ЖБО, там, все дела, мусор убирается, вот здесь, на Попова-22, он точно говорит, убирается регулярно. Оставайтесь с нами. Меня заблокировали канал, пока я надеюсь, что это временно, вот, основной канал, поэтому, друзья, подпишитесь вот на этот роман ДВ, сборка, реальность. Да-да-да, я вас чисто, ненапряжно прошу нажмите, для вас это вообще прям вообще ничего, а мне как бы канал маленечко поднимется, и больше людей смогут увидеть наши интересные видосики. Николаевск, это стиль жизни. Если понравился слоган, лайкосик.